Все по режиму. Утро, вечер, день и ночью. Зрители рассказывают личные истории. Непрофессиональные актеры подхватывают и виртуозно превращают их в художественные произведения. Суть плейбэк театра. Выступление Барнаульского театра импровизации для бийских осужденных в новинку. Но безудержная спонтанность и отсутствие сценария им пришлись по душе. Своими чувствами и эмоциями они охотно делились с актерами. У нас не спектакли, а перформансы. Когда люди вовлечены во взаимодействие, то здесь совершенно нет вот этой четвертой стены. Мы постоянно общаемся со зрителями, потому что, собственно говоря, ничего не будет происходить на площадке, если зрители не расскажут. Люди рассказывают тебе свою историю, а ты напитываешься этими эмоциями и пропускаешь через себя в этом очень много удовольствия. Особенно если ты отыгрываешь и попадаешь, ты прям видишь, что туда попадаешь человек, а ты видишь его реакцию. Это прям супер вкусно. Раскрыться и озвучить свои переживания решились далеко не все зрители. Некоторые из осужденных, прежде чем окунуться в творческий процесс, долго присматривались к театралам. Поначалу я собирался, собирался, потом кто-то рассказывал, а потом подумал, надо собраться тоже рассказать как-то неприлично. Сидишь, ничего не говоришь, все говорят. Вот, и я решил рассказать. Участие в спектакле, активное взаимодействие с театральной труппой положительно влияют на осужденных, отмечают сотрудники службы исполнения наказания. Я считаю, это, наверное, самый, еще раз повторюсь, безопасный способ получения помощи психологической в решении каких-то проблем. Ну и в том числе человек получает не только решение какой-то проблемы, но и, наверное, кто-то поднимает себе настроение, кто-то получает какие-то дополнительные ресурсы для того, чтобы дальше жить. В ближайшее время театр импровизации продолжит колесить по алтайским городам. Оригинальная труппа планирует выступать не только перед осужденными из правительного центра, но и в колониях. Мария Мацаева, Валентина Аскерова. День с толком.